Всех приветствую на канале блокчейн, сегодня у меня третья часть обзора ICO проекта HyperQuant, давайте его разберем. На платформе HyperQuant можно сделать автоматизированные инвестиции, то есть можно инвестировать ваши денежные средства в различные альткоины и зарабатывать таким образом. Это подходит тем людям, которые плохо разбираются в инвестициях. Для этого просто нужно будет установить необходимые параметры, сколько хотите получить прибыли или какие риски для вас приемлемы и остальное все сделает бот на платформе. Платформа работает на смарт-контрактах, она использует смарт-контракты для разработки протоколов и других различных настроек и в этом есть большой плюс. Технология блокчейн лежит в основе проекта HyperQuant. Как вы знаете, если платформа на технологии блокчейн, то это говорит о безопасности, надежности и прозрачности. Также есть еще масса других небольших различных преимуществ. На данный момент идет пресейл, частная продажа уже закончена. Токен система основан на эфире и является стандартом ERC-20. У команды есть цель собрать 20 тысяч эфириумов. Общее количество токенов составляет 200 миллионов. Команда проекта HyperQuant состоит из большого количества людей. Все они довольно таки молодые, но уже у каждого есть огромный опыт в данной сфере. Кроме того, они имеют партнерские отношения с Ethereum Alliance. Это говорит о многом. С членами команды вы можете ознакомиться на официальном сайте. Там есть небольшая биография о каждом, кто чем занимался раньше и занимается по сей день. Проект HyperQuant меня самого очень сильно заинтересовал. Благодаря данной платформе вы сможете зарабатывать криптовалюту с помощью интеллектуального бота, который сделает за вас всю трудную работу при инвестировании. Также хотелось бы отметить, у проекта еще один большой плюс, который заключается в том, что уже вышла бета-версия приложения, которая основана на технологии IE, Risk Management, Blockchain и Fast Order Delivery. На этом я заканчиваю обзор ICO проекта HyperQuant. Для дополнительной информации переходите по ссылкам в описании. А я с вами прощаюсь. Всем пока.